Размять крылья, проверить физическое состояние, хорошенько подкрепиться и проложить путь. Так, первая ласточка семейства МС-21 готовится преодолеть свой первый дальний перелет. Впереди 4,5 тысяч километров, без посадки, из Иркутска до Москвы. До этого железная птица училась летать вокруг гнезда и проходила различные тесты. И вот старт дан. Новейший среднемагистральный авиалайнер расправляет крылья, набирает скорость и взлетает в небо. МС-21 – это будущее российской авиации, гордость иркутского авиамашиностроения. Лайнер мечты, как его еще называют, составит конкуренцию Боингу и Аэрбасу. Для улучшения аэродинамики было использовано минимальное количество композитных материалов. Это делает самолет значительно легче. Новый двигатель уменьшает расход топлива, снижает уровень шума и выброс вредных веществ. Комфортно будет и пассажирам. В зависимости от модификации в салоне до 211 мест. Расширенный проход. Увеличенное пространство пассажиров, сидящих у окна. А это уже подмосковный аэродром Жуковский. Лайнер благополучно приземляется. Полет проходил на высоте около 10 тысяч метров. Весь путь самолет преодолел за 6 часов. За все время полетов отказов не было. Расход топлива путь удивил. Да, в принципе, хороший. Считаю, что экипаж работал грамотно. Вот и все получилось. Спасибо. Специально для базирования самолетов МС-21 построен новый ангар. Создан современный комплекс сбора, обработки и хранения полетной информации. Впереди большая программа наземных и летных испытаний. Проект позволил вывести нас на новый технологический уровень, обеспечить профессиональных рост специалистов, рабочих корпораций. Ну и создал некие новые вызовы, для решения которых мы, собственно, реализуем этот проект. Естественно, испытания будут продолжаться здесь, сертификционные испытания и дальнейшее продолжение всех других самолетов. Это 21-21. Второй летный самолет, третий летный самолет и четвертый летный самолет все будут на Жуковском земле. Пока первая «Ласточка» проходит летные испытания, вторая машина статические. Она подвергается самым экстремальным нагрузкам. Еще четыре МС-21 собираются на Иркутском авиазаводе. Они будут поэтапно подключаться к тренировкам. На данный момент заключены 175 твердых контрактов. Первый заказчик «Аэрофлот» также интерес к самолету проявляет в Индонезии, Саудовской Аравии, Танзании, Иране, Египте. До 10 лайнеров планируют купить и мексиканская авиакомпания «Интерджет». Уже подписан протокол о поставках после 2021 года. А первые пассажирские железные птицы, созданные на Иркутской земле, уже начнут летать в небе в 2018 году. Туена Немаева. Новости и сейчас.